Если продолжать тему эффективности работы, то стоит отметить ту эффективность, с которой российских оккупантов уничтожают бойцы легиона «Свобода России». Уникальный батальон, сформированный из россиян, из граждан России. И сейчас на нашем эфире будет разговор с одним из бойцов этого легиона, позывной профессор. Понятно, мы не раскрываем ни имени, не показываем лица, потому что ФСБ и другие спецслужбы, конечно же, охотятся за всеми бойцами легиона «Свобода России». Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, приветствую вас. Правильно ли я сказал, что вы желанная цель для спецслужб России? Что известно, как они пытаются ли вычислять, кто вы и ваши побратимы? Ведут ли какую-то охоту, может быть, объявили вознаграждение, что вы знаете? Хороший вопрос, благодарю. Смотрите, действительно, ФСБ очень внимательно следит за нашей деятельностью, это правда. Более того, они время от времени сообщают об информации о том, что они задерживают людей, которые действительно хотят попасть к нам. Причем это представители из разных регионов России, Якутии, даже из Центральной России тоже есть представители, которые были задержаны изначально сотрудниками ФСБ. Потому вопрос безопасности всех легионеров, потенциальных и нынешних, является для нас ключевым. Потому что именно благодаря нашим усилиям, нашему присутствию, мы боремся против режима. И потому режим боится людей. А потому наша задача как можно больше показать свою массовость. И мы это показываем, у нас боятся действительно. Будьте добры, давайте отмотаем немножко назад. Очень интересно зрителям понять вашу историю. Мы брали у одного из ваших побратимов, сослуживцев по позывному Арни, интервью недавно в прямом эфире. И он рассказал, что он через несколько недель после того, как понял вообще, что такое российская армия, какие на самом деле в Украине в кавычках нацисты, не оставил себе другого выбора, как перейти на сторону Украины. И по сути, при одном из боев он просто перешел через нейтральную зону и сдался в плен. Расскажите, пожалуйста, про вашу историю. Как вы приняли решение стать одним из бойцов Легиона Свободы России? И в деталях, если можно, как вы все-таки туда попали? Смотрите, у меня история от моего товарища Арни в корне отличается, поскольку я изначально гражданский, я был аспирантом. Единственное, что я с 2019 года был вовлечен в политическую жизнь, в частности, я в оппозиционных движениях принимал участие, в митингах. Больше всего меня вовлекло, стало ключевым для меня, это момент, что я следил за блогером Егором Жуковым. Он активно призывал к изменениям, и в 2019 году по московскому делу он был арестован и имел большие проблемы как и на учебе, и в обычной жизни. Потому я понимал, что, кроме того, было очень много представителей другой молодежи, вследствие якобы массовых беспорядков, причиненных в Москве, было арестовано. Арестовано несправедливо, потому я для себя понял, что в этот момент нужно уже что-то было предпринимать и как-то просто пропускать мимо себя то, что называется политикой, политикой моей страны, моей родины. Я считал себя уже как гражданина неприемлемым, потому я с этого момента уже начал более-менее действительно вникать в дела, которые творит Путин, и уже так или иначе противостоять разным вещам. В последствии в 2022 году, уже в феврале месяце, когда, к сожалению, случилось отражение полномасштабное на территории Украины, для меня это была красная линия. Я понимал, что я как гражданин России, который хочет жить в мирной стране, который не хочет жить в государстве с клеймом экспансиониста, диктатора, ликатуры, тирании, для меня это была крайней точкой. И я, более того, я понимал, что, к сожалению, то мое участие в митингах в 2019-2020 году, оно не дало того эффекта, чтобы этого не случилось. Я не смог, в частности, я со своими усилиями и мои товарищи не смогли это предотвратить. Потому для меня было важным уже искать какие-то другие пути решения борьбы против Путина. Я начал шерстить по интернет-сетям, страницам, как другие мои единомышленники могут выразить свое рвение, победить Путина, победить тот режим, чтобы жить в нормальной, свободной, демократической стране, которая уважает права граждан, где можно жить равно для всех нас, для национальности, для всех конфессий, независимости от того, без никаких привилегий, ни по социальной иерархии, ни по чему-либо другому. Потому я нашел в итоге страницу в телеграмме «Легионы свободы России», прочитал его программу. Для меня это стало более близким, потому что, во-первых, это люди, которые действительно готовы бороться не просто с кулакатом и митингами, они готовы, включая и это, бороться действительно с оружием в руках за ту страну, которую они хотят построить. Для меня это было крайне важным, и я решил к ним присоединиться. Правильно мы понимаем, простите, что вас перебиваю, что вот в России, по сути, гражданский протест, он сейчас невозможен. То есть только военное поражение российской военной машины может остановить то, что происходит и сменить режим. Но, учитывая ту жесткость всей системы, которая была выстроена за более чем 20 лет, по моему мнению, это должен быть комплекс мер, как и гражданский протест, так и военная составляющая, поскольку иначе банальные плакаты не дают эффективности. Потому что даже, ну вы видели сами то, как с чистым листиком люди выходят, и их тоже вяжут. По сути, как бы даже не произнося никакого слова, хотя всем, учитывая, что все подразумевают тот или иную контекст, ту или иную коннотацию, уже за нее царят. По сути, это уже как мысль преступления, как по Орвелу. Это в моей стране недопустимо, я считаю. И потому я для себя решил связаться с кураторами Легиона, отправил на свою биографию, отправил в подтверждение своей позиции документы, подтверждающие, что я уже давно участвую в оппозиционной деятельности. В частности, у меня там было несколько проблем уже в 2019-2020 году с ФСБ, меня гордили очислить, но я хорошо учился, мне повезло, что это сработало, я продолжил учебу и более того, поступил в аспирантуру дальше. Но вместе с тем, я все-таки принял для себя решение идти в Легион. Мне надо было подождать недели две, две с половиной, чтобы подтвердили мою личность и дали добро на то, что я достоин быть в рядах Легиона. Вследствие этого я, уже имея добро на руках от них, договорился, что я пересеку границу России с, скажем, одной из стран Балтии, вот, и обратился уже там, в украинское посольство, где мне потом уже впоследствии помогли оказаться на территории Украины и после прохождения боевой подготовки, ну, курса боевой подготовки, я уже попал в ряды Легиона. И теперь вы с оружием в руках защищаете и Украину, и свою страну Россию, свое будущее России защищаете. А скажите, как много в вашем Легионе людей, чем вы занимаетесь? И отдельно скажите про гражданское крыло. Мы знаем, что в России есть гражданское крыло вашего Легиона. Чем оно занимается? Ну, начнем с военного. Касательно вооруженного крыла, всех нюансов я раскрывать не буду. Ну, конечно, это участие в боевых операциях, в первую очередь. Уже мы имеем нашу Легион опыт на участие в боевых операциях на разных направлениях, в том числе на Херсонском, под Харьковом наши подразделения участвовали. И где-то около месяца назад мы вернулись из-под Северодонецка. Сейчас мы обновляем наши ресурсы, подготовку проводим дополнительную по людям, в частности по организации формирования уже второго батальона, который уже будет ротировать первый батальон нашего Легиона. И учитывая то, что мы уже официально при содействии военного руководства Украины объявили мобилизационную кампанию именно в наш Легион через бывшие военные комиссариаты, как они называются, территориальные центры комплектования и социальной политики вооруженных сил Украины. По месту жительства граждане Российской Федерации отныне могут обратиться, чтобы попасть в наш Легион, пройти стандартную медкомиссию и комиссию на пригодность к прохождению воинской службы. И дополнительно они проходят еще одну проверку, которую проходят все участники, все потенциальные кандидаты в Легион. И уже по завершению и по треблагоприятному исходу они также присоединяются к нашей вооруженной борьбе. Касательно гражданского крыла. Действительно, это движение стало очень мощным, поскольку мы понимаем, что Легион изначально имеет перед собой две миссии. Это свержение путинского режима, и второе — это построение гражданского общества и свободной демократической России. Так вот, свободной демократической России невозможно без сознательных граждан, которые будут нести ответственность за свою страну, за свою родину. Потому что можно победить Путина, его поражение очевидно в будущем. Но вместе с тем очень важно, чтобы никакие его приспешники не воспользовались тем хаосом, который возможен после его краха. Поэтому нужно создать общество, которое действительно будет готово принять на себя ответственность. Потому что, к сожалению, очень многие россияне стараются отгородить себя лично от Путина, хотя именно в том числе и на них лежит ответственность за то, что происходит сейчас, в том числе на территории Украины, как в 2008 году на территории Грузии и в ряде других вещей, которые, к сожалению, Путин приложил руку. Потому что... Да. Да, будьте добры, скажите, пожалуйста, какая ваша позиция военная сейчас? То есть я имею в виду род деятельности, которым вы занимаетесь на фронте. Ну, я не буду разглашать данную информацию, поскольку это грозит именно моей деятельности. Хорошо. Намек понятен. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что сейчас происходит в Крыму? Вы, наверное, следите за новостями о том, что уже было 5 взрывов, 5 неудачных курений в разных местах. Вот одно из последних – это аэродром Бильбек вблизи Севастополя. Есть ли у вас ощущение, что действительно не за горами будет деоккупация регионов, которые Россия незаконно оккупировала в 2014 году? И готовы ли вы принимать участие как раз в деоккупации? Уже не просто в обороне, а как раз в контрнаступательных действиях. Очень хороший вопрос. Смотрите. Позиция региона «Свобода России» является следующей. Мы создаем демократическую Россию в границах, которые были по состоянию на 1991 год. Следовательно, никакой причастности на Крым, на никакое право владения им мы, россияне, не можем иметь. Потому что мы подписали ряд договоров, которые возлагают на нас ответственность за соблюдение границ между Россией и Украиной, который уже многократно нарушен, но вместе с тем договор есть. И мы обязались в свое время это пособлюдать. Потому что мы считаем, что режим оккупировал Путинский. Он оккупировал Крым не для России, а в первую очередь для себя, чтобы подтвердить свою легитимность в глазах населения России, позволив ему временно заехать, получить там право собственности, взять жилье, в том числе на заповедные территории культурной ценности, достояние Крыма. Для олигархов, чтобы они там тоже построили себе виллы, дворцы, как они уже сделали на территории Краснодарского края, в курортной зоне. И поэтому мы считаем, что Крым не принадлежит России, он принадлежит сейчас Путину. И Путин ответственно за то, что Крым сейчас отторгнута территорией Украины. Мы не знаем, как в будущем сложится именно военная обстановка, поскольку она каждый день меняется, в силу тех или иных причин, большого и малого уровня. Но в целом, если будет такая задача участвовать в Легиону Свободы России в деоккупации Крыма, мы считаем, что мы должны помочь Украине вернуть то, что у них незаконно забрал Путин. Мы с интересом и не без удовольствия будем следить за этим, если такое случится. Спасибо вам за это включение. Боец Легиона Свободы России, позывной профессор был с нами на связи. Спасибо вам. Благодарим вас. Спасибо вам.